Здравствуйте, мои маленькие любители страшных историй. Сегодня у нас история под названием «Мой вечный гость». Итак, приступим. Для кого-то кошмары — это просто сны. Для кого-то сны — это просто кошмары. В общем, мы так можно запутаться, но я вижу их каждый, либо почти каждый день. Началось все в возрасте 15 лет, когда мы только-только переехали в новый район, жили там месяц, а потом приехали в квартиру, соответственно. Как это часто бывает, на новом месте я не мог уснуть, я скучал по своему старому продавленному дивану, а тут новая большая кровать, я ворочался, просыпался, у меня даже разболелась голова. Мало того, так еще кот мой носился, как угорелый по комнате. Словно зачем-то. Зачем кот ночью носится по комнате? Может быть, от чего-то? Или зачем-то? Или от чего-то? В общем-то, наверное, надо было включить свет и посмотреть, но я этого не сделал, у меня очень сильно болела голова. И если я сперва плохо спал, то вскоре начал чувствовать, что я не один в комнате. Словно кто-то наблюдает за мной оттуда, из темноты, из дальнего угла, где стоит мой велосипед и футбольный мячик, кто-то смотрит на меня. Позже появился шепот. Тихий, спокойный, монотонный. Иван, помой посуду. Иван, помой посуду. Иван, ты не вымыл посуду. Ваня, иди мыть посуду, это твоя обязанность. Слов я разобрать не мог. Они либо были сбиты в кучу, либо я не понимал языка. Я вообще не понимаю языка, когда мне говорят, что ты делаешь того, чего я не хочу. Иван, помой посуду. Иван, помой полы. Сознание этого дико пугало. Я залез с головой под одеяло и сидел так до утра. Со временем страх только усилился. Иной раз я даже пошевелиться не мог. Хотя, по сути, ничего не происходило. Да и вообще, мне надо было просто встать и помыть посуду. Как хотели того родители. Как-то я решил, что свет может меня защитить. Мол, я засвечу то, что скрывается в тенях. И оно уйдет. Вот, приготовил фонарик и лег спать. Вернее, ждать. Как только я почувствовал, что не один в комнате, тут же вынырнул из-под одеяла и напоравил луч света вперед. Рядом с моей кроватью стояла тень. Тень мой до дыра. Высокая, черная тень. Очертание, которое разобрать было невозможно. Лишь глаза, огромные черные глаза, смотрели куда-то сквозь меня. Все сопровождалось диком ором кота, который вторил, что я должен помыть посуду. И его же метание моим по комнате. Оно не двигалось. И я тоже решил не двигаться. Оно не двигалось, и я не двигался. Я не двигалось, и оно не двигалось. Вроде бы надо было выскочить и бежать, но я не мог. Или не хотел. Или не мог. Я пока не решил, но оставалось только сидеть. Я чувствовал, как по мне текут холодные ручейки пота. Это продолжалось несколько минут. Затем тень сделала едва улыбимые движения. Помахала мне ручкой и растворилась темнотея дальнего. А я так и продолжал сидеть на кровати, направив луч света вперед. С тех пор говорят, что я веду себя странно. Не мою посуду, не разговариваю с соседями, не говорю здравствуйте бабушкам. Да я сам это заметил, если честно. Говорю лишь шепотом. Перед тем, как куда-то зайти. Потом, после того, как поговорил шепотом, заглядываю. Не поджидает ли меня кто-то в темноте? Возможно, именно по этой причине родители решили отправить меня в больницу. Может быть, по причине того, что я натрез отказывался мыть посуду. А может быть, потому что я всех зашептал. Временно, сказали они. Ха-ха-ха, пусть так. Но что, если оно найдет меня и там? Ведь в больнице я вряд ли смогу спать. Со включенным светом. А фонарик, скорее всего, в этой больнице у меня отберут. В общем, вот такая вот история. Очень странного толка, мои маленькие Шерлоки Холмсы. Нам предстоит разгадать. Почему кот носился туда-сюда? Были ли у него паразиты, глисты, блохи, пши? Или он за кем-то охотился? Много тайн и неразгаданного.